Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Наша любимая рубрика. Потери российско-фашистских войск в Украине. Посмотрим сейчас где, что, как, при каких обстоятельствах. Прежде всего, состояние дела на фронте характеризуется тем, что расисты находятся везде в наступлении, в мясном. Тут надо сразу же заметить. А наши находятся сейчас в активной обороне. О чем, кстати, наши генералы говорят. Ну вот интересно. Помните, Тарнавский пару дней сказал, что, мол, у нас не хватает снарядов. Поэтому якобы сказал, это Рейтерс так написал. Слово якобы, опять-таки. Не хватает снарядов, поэтому мы отменяем какие-то операции. Ну, как всегда, журналисты что-то переврут, что-то надочуючись, надобачить. И сказали, сейчас опять-таки Министерство обороны дало опровержение словам Рейтерса. Не словам Тарнавского, а словам Рейтерса, заявив, что, ну, слова Тарнавского были несколько перекручены. А находиться в обороне или в атаке диктует текущая ситуация на фронте. И мы одновременно находимся как в атаке, так и в обороне. Но особенно, что касается Херсонского театра военных действий, имеется в виду Левобережье, конечно же. Вот, так что, знаете, ну, журналисты не первый, не второй и не последний раз перекручивают, частенько перекручивают слова тех, кого интервьюируют. Да. Что же касается того, где у расистов идут штурмы, да везде. Вот, вот, какой населенный пункт не назовешь, от Маринки, Бахмута, Авдеевки, везде, везде, в сторону Купянска тоже. То есть, ну, опять, какое у них там продвижение, вот, интересно, я тоже посмотрел карты. Они уже два месяца атакуют, ну, и там продвижение, если вот на карте его вообще не видно. То есть, если карта не очень там подробная, то его просто тупо не видно. При этом, что очень важно, что они положили огромное количество лишнего состава. Просто, ну, средние потери, я не могу сказать больше ли тысячи в день, но тысяча точно. Если средние потери только двухсотыми тысячи в день, ну, а так оно и есть. То, тут трудно себе, а трехсотых тогда сколько? А недееспособных сколько? То есть, я, честно, даже не очень понимаю. Они даже не могут покрыть свои потери при всей вот этой могилизации, которую они там у себя развернули. Не так-то у них много людей, кстати, как оказалось. Потому что сейчас, видите, ловят иммигрантов, и кого хочешь. Этих новополучивших российское гражданство. Или ты идешь в армию, или сдавай паспорт на стол, и так далее. То есть, ну, явно, знаете, ситуация неблагостная. Потому что, если бы у них людей хватало, то не фоловали бы они ни зэков, ни непальцев. Которые, кстати, потом десятками с фронта бегут. Тут целая история была. Вот, ну, собственно говоря, дальше все понятно. Итак, за вчерашний день 1140 оккупантов на минус, да? Опять больше тысячи. То есть, каждый день практически... Я серьезно говорю, у них в месяц будет больше 30 тысяч. Вот, если так дела пойдут до конца декабря, это будет какой-то абсолютный рекорд. В настоящий момент 348 300, я имею в виду месячный рекорд. Надо будет еще посмотреть, сколько там... Вот, хорошо всегда еще график смотреть по месячному. Это тоже интересный. Надо будет как-то взять и посмотреть динамику вот этого всего дела. Да, 348 300 всего. Скоро будет 350. Путину на них плевать. Традиционно об этом даже не стоит рассуждать. Довольно много танков. 15 штук за вчерашний день. Танки отрабатываются как артиллерии, так и джавелинами, так и... Дронами типа Бабаяга. Короче, много, да. Много всего. 15 танков, 5798 с начала войны. 19 бронемашин и 10 771 штука с начала войны. Ну, видите, танки, бронемашины пытаются кое-где, они на БМП пытаются влетать в те же крынки, например. Ну, эти БМП там и остаются, эти БТР там и остаются. Дальше. 15 артсистем различного типа, самоходные, несамоходные. 8190 всего. Пушек у них в начале войны, по-моему, было 20 тысяч, что-то типа этого. Но это не значит, что все 20 были боеспособны. Вы видите, как Украину сейчас начали сжать в плане переговоров. Вот, вроде как, имена, почему жмут? Потому что на России, да, они кричат, мы выпускаем много оружия, но почему-то оружие подходит к концу, судя по всему. Не то, что подходит к концу, они не, как бы правильно сказать, они не своим производством, и плюс производство нового, плюс восстановление старого, они и близко не возмещают то, что они теряют на фронте. И если раньше, там, в начале войны мы говорили о том, что, ну да, ну вот, у них повредили, там, разбили 5% орудий, то сейчас, мне кажется, из того, что у них может быть потенциально, я думаю, процентов 50 уже нет. Вот так вот. А может и больше. Мы же не знаем, в каком положении их орудия. Там половина это наружного хранения, и можно ли их восстановить, после того, как она лет 40 постояла под снегом и дождем. Вопрос, скорее, эриторический. Самолеты, вертолеты, 324, 324. Тут интересный момент, смотрите. Наши пока не вносят сюда вот эти данные, которые я утром рассказывал по Ростовской области. Не вносят. Почему? Потому что данные эти от расистов. А, скажем так, наша разведка пока молчит. Соответственно, пока наша разведка не подтвердит тех или иных потерь. Основываться на том, что говорят, что говорит неприятен, ну, знаете, сами. Дело, скажем так, дело такое, поэтому, поэтому и нету. 9 беспилотников за вчерашние сутки были сбиты. Всего 6 299. И традиционно одну крылатую ракету. Они каждый день крылатую ракету шли куда-то. Но больше, честно говоря, похоже, да, 1611 крылатых ракет с начала войны. Больше похоже на прощупку ПВО. Ну, трудно сказать. Дальше. Хороший был улов по автоцистернам и по автомобилям. 20 штук. 10 842 с начала российско-фашистского вторжения. И 2 единички спецтехники. Тут круглая цифра 1200. Таким образом продолжается та же самая картина, которая была у нас, собственно говоря, раньше. Рашисты продолжают местные штурмы, а их генералы продолжают утилизировать личный состав собственной армии. Ну, как говорится, кто на что учился. Всего буду Украина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok